Демократия это есть не начало пути, демократия для нас это конец пути. И мы постепенно реформируя, принимая законы, двигаемся в этом направлении. И подгонять нас не надо, потому что мы другие. Подожди, еще раз повторите, что ты сказал? Мы другие. Пусть не повторят, ну что, пусть не повторят. Ты без ножей сейчас меня застрелил, братка, без ножей застрелил! Ребята, всем привет! Что только не приснится, что только не происходит в нашей стране. Партия Нуратан по опросам лидирует. И она рисует сама себе уже 76%. Такой опрос, который она заказала. Но как это соответствует реальной действительности нашей жизни? Насколько ли действительно эта партия имеет такой вес в обществе? Давайте все-таки порассуждаем на эту тему. Это даже не похоже на сказку. У сказки, где, в принципе, это вымесел, есть хороший конец. Но партия Нуратана это сплошной негатив. Лично, по крайней мере, я вижу для своей страны. И не вижу какого-то положительного конца. Ну и вот я разместил в группе мою любимую Уральскую. Около 30 тысяч подписчиков здесь. Именно вот этот баннер о том, что эта партия якобы имеет 76% поддержки. И люди готовы отдать свой голос за данную партию. Партию власти, партию экс-президента Назарбаева. И тут вот говорится, несмотря на то, что этот год был достаточно сложный, партия Нуратан удалось не только закрепить свои результаты, но и повысить доверие граждан. А давайте читать комментарии под этим постом. Ну, во-первых, я свое мнение выразил. А вы в это верите? Смех, да и только. И вот я разместил. И вот что люди пишут. Я лично нет. В общем, для чего партии? Человек не понимает, для чего партии. Таков уровень грамотности. К сожалению, Аклубек Думшар пишет. Три процента, не более, эта партия может набирать. А, семь, шесть процентов нуратановцы, может быть, они избиратели. Ну, сами нуратановцы, видимо, и голосовали, имеется в виду. Бигнур пишет. Точно бронье, Дамир пишет. Одно пихалово, а мы бараны хаваем. Нуратан, хватит врать, народ вам не верит. И вот люди оставляют тут нуратан, три процента опять. И хоть бы один комментарий был в поддержку этой партии. Люди не соглашаются с такими данными. Вот. И я бы это назвал справедливым. Давайте посмотрим. Я недавно опрос проводил на своем канале Ютуба. Голосование приняло участие около семи тысяч. Людей. И мы видим. Сейчас. Вот оно голосование. Если бы выборы состоялись сегодня, за какую партию вы бы проголосовали. Приняло участие 6800 голосов. Партия нуратан 3 процента. Обсенационал в социал-демократической партии ОСДП 3 процента. За другую партию из оставшихся зарегистрированных 2 процента. Такой партии, за которую я бы проголосовал, еще не зарегистрировано. 63 процента. Не буду голосовать. 28 процентов. И теперь мы видим партию нуратан. Партия нуратан. Набирает всего лишь. Набрала 3 процента. Где эти 70 более процентов, которые нам пытаются уже рисовать для этой партии. Где они. Просто смешно. Смешно. А ведь группа, мой любимый Уральск, это не оппозиционные группы. Это группа, где люди с разными воззрениями, взглядами. Разные национальности, религии. Здесь участники. Мы здесь как-то и не делимся. Вот. Кто-то поддерживает власть, кто-то нет. Но в данный момент, в настоящий, вот под этим постом, я не увидел вообще поддержки этой партии именно в отношении партии нуратан. Власть, торгашей. Пишут все, что угодно, но только не в поддержку. Люди не соглашаются. Да пошел этот нуратан туда, откуда не возвращаются. Вот эти. Ложь и обман. Ну вот, люди смеются. Вон идти вот. На кого рассчитана эта пропаганда? Вот теперь скажите, как можно вообще соотносить себя с этим опросом? До какой степени нам будут впихивать вот эту пропаганду? Это же неправда. Давайте уж мое мнение, что это неправда. Но зачем? Они же вот этими опросами сами себя пытаются заставить поверить, что у них есть такая поддержка со стороны населения. И заодно попытаться впихнуть нам информацию, что партию нуратан поддерживает народ 76%. Только вот никто уже в это особо-то и не верит. Это же дискредитация самой партии, самой власти. Ведь нуратан это опора, опора этой власти. Ну, на самом деле, это партия, которая жирзится на глиняных ногах, соломинках. Ветер дует, дунет небольшой, и эта партия развалится. От нее ничего не останется. Ничего. Партия, которая не имеет... Партия, я бы ее назвал, партия 3%. И теперь они пытаются... Ну, конечно, если они будут применять онлайн-голосование, интернет, они могут набрать. Тут уже невозможно проконтролировать именно вот эти программы, которые компьютерные, которые будут задействованы и позволят набрать этой партии. Тут и наблюдатели не смогут уже ничего особо-то сделать, если будет онлайн-голосование. И они к этому, видимо, будут и вести, и ведут к этому. Почему? Потому что видно же, вот по телевику постоянно показывают, как не включишь новости наши, казахстанские. Там около 50, даже более 50% информации, которую они подают, это о коронавирусе, о том, что идет вот эта эпидемия, идет вот это нагнетание, нагнетание. И все подводит к тому, что мы будем сидеть дома и через свои компьютеры, телефоны, типа, голосовать. И тогда все, кранты, действительно, они наберут эти 76%. Правда, кто в это будет верить? Вот в чем вопрос. Кто в это поверит? И как это в итоге отразится на будущности Казахстана? Мы это уже можем только догадываться. Вот такие дела. Так что, у кого есть что сказать по этому поводу, по поводу этих цифр, оставляйте свои комментарии. Будет интересно подискутировать на данную тему. Ну а кому ролик понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok